Так, ребят, давайте перейдем к самой горячей теме стрима. Высказываю мысль, сейчас ее будем разжевывать и обсуждать. Я считаю, по моему мнению, по моему опыту, достаточно большому, что такие игры, как Serious Sam, классические части, First, Second Encounter, Painkiller 2004 года, со всеми DLC и им подобное, это все, внимание, ебучий новодел 2000-х годов, которые никакого отношения к понятию классических шутеров от первого лица не имеют от слова вовсе. Почему? Объясняю. В этих играх, как в таковых, очень мало, во-первых, секретных локаций. Всерьез с Сэмми их практически по пальцам почитать. В Painkiller их еще меньше, это первое. Второе, тупое мясо. То есть, органичные, разветвленные уровни, тщательно спланированные, на которых интересно находиться, и ты проводишь 90% времени в поисках чего-либо, заменены на тупое мясилово, с огромным количеством монстров, кишков, джипсов. Да, я знаю, неприятно это слышать, но это так. И сами уровни больше стали линейные, плюс еще стали разбавляться катсценами, как в Painkiller. И ты идешь, убиваешь, смотришь интересный, красивый ролик. Я считаю, что эти игры нихера не достойны называться классикой. Теперь парируйте, пожалуйста. Вот тут я уже готов возразить, потому что с Сэмми есть, что в первом, что в первом пришествии, во втором пришествии, что в принципе во втором. Мы сейчас, да, больше про них. Имеется, как ты сказал, вот даже вот такая базовая механика. Но ее мало. Ее мало? Не, она есть, но для галочки. Просто, чтобы попрексить, смотрите, у нас оно есть. Но ее мало. Ну да, ты согласен, она буквально на нескольких уронах встречается. Чуваки, которые приходят к нам в группу, подумают, рассказывают, ой, я помню, в детстве играл серьезного Сэма. Мне хотелось им раньше написать, ты играл в хуйню, но я не хотел людей оскорблять. Но сейчас я вам скажу, люди играли и думали, что это классика. Это не классика, по моему мнению. Смотри, классика, смотря чего. Относительно Клейка, относительно Дума, относительно того же Амит Ивела, который на стриме. Ты видишь, что происходит на игре? Ну, для каждого своя классика, понимаешь? Для кого-то... Ну, не совсем. Классика это Клейк, для кого-то Дум, для кого-то Сириус Сэм, для кого-то Пейнкиллер. Но они сами по себе, в принципе, довольно-таки отличаются. Опять же, сами по себе, но... Но это не классика, нихера. Это новодел, нулевых годов. Ну, классика из того, что они играли, в принципе, их понять можно. То есть, ты имеешь в виду, что классика это индивидуальная штука для каждого человека? Если игру он играл впервые, для него она классика. Да, я считаю, что это так. Ну, Сириус Сэм, действительно, если не посмотреть, что раньше это было, что сейчас, каждое нововведение, которое они делают, это они говорят, ну, мы сделали движок, который теперь миллиард. Ну, они топчутся на месте, на самом деле. Они только в плане движка двигаются вперёд. Они каждый раз просто говорят, ну, мы теперь ещё тысячу ботов можем прогрузить. Он вот именно завязан был всегда на мясе. На движке он был завязан изначально, я тебе раскрою секрет. Потому что, когда ты запускал First и Second Encounter, у тебя вначале было предложение сходить на тест-уровень, заценить, какой графон классный. Да, ну, вот относительно Квейков и думов, конечно, Сириус Сэм, это совершенно... Вот, вот, не совершенно, но весьма другая игра. Но опять же... Она по-другому ощущается. Вы всё-таки согласны, сам. Хоть и меняйте слова всё-таки, но, но утверждение остается всё ещё силе. Это ебучий новодел. Можно ли считать дюк-нюкем и ебучим новодел? Ну, у него были преимущества перед Думом те же. Фаренджер и технически они отличаются. Ну, графон, графон, например, интерактивность. Например, выстрелить бочку и она пошевелится, то есть появится вмятина. Ты можешь посмотреть на себя в зеркало и тогда он скажет, да и надо, как ты думаешь. То есть, ещё и персонаж сам к себе заговорил. Дюк-нюкеме, насколько я помню, ловушек-то вообще не было. Вот, кстати, да, это... Ну, я не буду с такими, как за ловушками, потому что... Там, это же больше прям под самые современные... Это шутер, который шёл к Half-Life, в который он ещё тогда не вышел, но они были на пути к тому, чтобы делать не просто как-то а-ля Quake, да, ты по рандомным мирам скитаешься, которые как-то... Хоть как-то связаны. А что-то более... А поспорим. Да, повествовательное. Конечно, немножко отошли от темы по поводу Сириус Эбе. Меня так никто и не убедил, что Сириус Эбе и Бэн Киллер это просто шутеры начала нулевых, но они... Невозможно называть классикой, потому что они не классика вовсе. Я лично с заповон в какой-то части соглашусь по поводу секретов. Вы на какой-нибудь секрет потратили от пяти минут до получаса или даже часа пытались. Лично я не... Как добраться до этого секрета? Я нет, а из вас кто-нибудь. Пять минут, пять, если так вот чуть-чуть побегать, поискать, может, ему все секреты найти. А в думе там теория... В пизод первой-третьей мифе, когда вы находитесь в очистителе в заводе, и тебе, конечно, правильно его называют. Там есть секрет... Я понял, да-да-да-да. Секретное место, куда можно добраться до секретной карты Митер Бейс. Но чтобы не забраться, тебе надо привести сразу несколько задач. Правильно, правильно. Первое, ты сначала заприметишь тоже соус-сфер в одном из окошки. Но чтобы до него добраться, тебе нужно нажать на кнопочку, так как откроется дверь, там, где стояло окошко. Но чтобы добраться до этого, опять же, соус-сфера, тебе нужно догадаться о том, что в определенном нитке начинается двигация панели, которая служит как быть одобрительной истиной и интерьером. Опять же, как только находишь эту сферу, ты понимаешь, что не только с этой стороны опускаются, но и с другой стороны опускаются. Но даже чтобы до этого допереть, тебе надо потребовать две минуты. И опять же, пока ты на это нажмешь, там появится другая... Оказывается, что там в этом секрете есть еще один секрет, который можно найти себе, рюкзачок, ракетомет и еще одну кнопку, которая открывает еще один секрет, который можно подобрать сразу себе дроборик, зеленый бронежилет, и ты сможешь, наконец, выбраться из этого секрета. Вот я просто перебью Мишу, сейчас он продолжит дальше. Вот сколько идет этот стрим? Ну, наверное, минут 50. Я хоть один секрет за стрим нашел, я прохожу вторую локацию. Нет. И у меня пишет секретов ноль из скольки-то там. Ты уже три карты проходишь, я прохожу две карты, я не вижу секретки, хотя я вроде бегаю, я вроде оглядываюсь. Вот я понимаю, игра, в которой интересно что-то найти, потому что тут еще надо вот туда вот заглянуть. Ой, а что это там такое? А полетели, узнаем. Ой, я разъебался, это не секрет. Вот это интересно, вот это я называю, блядь, экспоринг, а не вот это вот, раскидай колбасу на уровне, сходи в пирамиду и все. А что в Тернеле? Ты открываешь карту и там уже все помечено, чувак. Ты там смотришь так вопросом, ага, тебе просто как-то догадаться, как до него допрыгнуть. Остается понять, как-то тут допрыгнуть. Но! Я бью тебе в ебало, Михаил. Я бью тебе в ебало прямо сейчас. Потому что зрители стримов по Думу Тернеле, которые я прохожу сейчас уже на середине, они видели, что в Думе Тернеле есть как минимум три пасхалки, или секретки, не отмеченные на карте вообще никак. И никак не невозможно открыть. Знаю, знаю. И такие примеры я даже скидывал в чат, где ты на уровне с локации, где лава и постоянно вот эти вот штуки поднимаются, открываются. Там есть кнопка из второго Дума, которая активирует что-то. А что-то мы не знаем, потому что не показывает, что она активирована. Значит, это последовательная пасхалка. Чтобы найти еще другие кнопки на локации, активировать их все, и что-то в итоге откроется, какая-то мега классическая секретка. Я только дошел одну на той территории. Только одну, такая, понимаешь? С 16-го года думает тоже такая же. Понимаешь, в чем прикол? Это вот как сейчас вот на стриме. Я пытаюсь найти секретки, но их невозможно найти, потому что никто не подсказывает. То же самое в Думу Тернелле. Есть секретки для нюфагов, которые помечены на карте, а есть секретки для тех, кто привык ебаться. Так вот, господа, мы с вами пришли к выводу, что Дум, Этернел, Пейнт Хиллер, Серьезный Сэм. Это просто хорошие шутеры, но ни в коем случае нельзя их называть классикой, потому что никогда классикой они не являлись. И никто из вас мне не смог привести весомый аргумент, почему это не так. Придется согласиться, что это просто красивый, сочный, ебучий новоделок. Я с тобой согласен. Согласен. Соглы. Все-таки соглы, да, Сэм? Соглы. Да, с тобой согласен.